Всем привет из Дубая, вы на канале CryptoCommons, и мы снова с вами вместе начинаем наш обзор. Поехали, ребята. Итак, сейчас мы поговорим буквально через минуту о графике биткоина, но перед этим хочу сказать важную вещь. YouTube уже больше двух суток обрабатывает позавчерашний стрим, который у нас был на канале, в котором мы обсуждали главные новости по крипте. В итоге он был забанен из-за авторских прав, из-за музыки. Давайте я вам вкратце расскажу, что там было, если вы не успели посмотреть. Итак, краткое содержание новостей. Хешрейт биткоина бьет абсолютно все исторические максимумы. Посмотрите, супер бычий график, а мы с вами знаем, что в долгу цена коррелирует с хешрейтом на 100%. То есть хешрейт у нас с вами дампился вместе с ценой, после этого уже переписал all-time high, а цена еще даже близко не переписала all-time high. То есть, грубо говоря, уже, можно говорить, с высокой уверенностью, цена дойдет до 100 тысяч долларов и выше, судя по этому графику. Следующая новость. Панама наряду с Эль-Сальвадором и Центральной Африканской Республики только что приняла законопроект, легализующий биткоин, дающий ему статус легальной валюты и 0% налог на прирост капитала. 0% чуваки. Это очень круто, прогрессивно, и давайте не забывать с вами, что Панама – это тихая гавань офшорных банков, и в том числе и Тезер ЛТД. Тезер ЛТД, который аффилирован с биржей Bitfinex, то есть все древнейшие биткоин-бабки крутятся там. Так что это хорошая новость. Ну и то, что Илон Маск купил твиттер, конечно же, тоже прекрасная новость. Крипто-твиттер просто бомбит, взрывается и разрывается, ребята. А еще Маск проапгрейдил анимацию кнопочки лайк, поэтому, когда вы на нее нажимаете, посмотрите, как красиво это происходит. Не забывайте ставить лайк и под нашими твиттерами, comments.crypto, и под этим видео, и под всем остальным. Ну поехали к графикам, друзья. Итак, что мы здесь видим на этом графике? Мы видим восходящий флэт, восходящий коридор цены и две вот эти желтые стрелочки, которые я нарисовал. Я их нарисовал не случайно, потому что, опять же, сегодня в телеге, если вы к нам подписаны, и у нас в твиттере, вот такой вот пост вышел. Как ошибается толпа? Сверху, когда ложно пробили канал, кричали «идем на сотку». Причем мы тоже, конечно же, это кричали, ребят, мы тоже часть толпы с вами, надо понимать. Но мы же не говорили, что идем на сотку прямо сейчас. Вот, а снизу, когда ложно пробили канал, все кричат «идем на 20». При этом индекс страха и жадности был на экстремальной жадности наверху, а сейчас на экстремальном страхе. То есть, как ошибается толпа, обычно. Причем, если вы присмотритесь более детально сюда, то здесь действительно было пробитие канала ложное. Потому что, на самом деле, вот так вот он чертился по теням. Примерно так. И получается, что вот у нас было ложное пробитие, ну все, тузы мун, и на всех слили. И вот у нас ложное пробитие, ну все, тузы дно. Ну все, типа скам-крипты, да. Поэтому смотрите внимательно за тем, что происходит на рынке, и не дайте себя одурачить. По факту-то мы с вами в боковике уже больше года, и боковик этот восходящий. И если на недельном таймфрейме мы не удержали поддержку EMA Ribbon, да, и сейчас проваливаемся ниже, то на двухнедельном мы прекрасно от нее отбиваемся, посмотрите. На двухнедельном мы удерживаем все еще экспоненциальную поддержку, а на месячном мы вообще отбиваемся от верхней границы сетки, что является бычьим знаком лично для меня. Вот, потом опять же, смотрите, вот те аналист сравнивает график альткоинов 2017 и 2022 года. Очень похоже на самом деле на затяжное накопление в растущем восходящем флете. При этом индекс доллара у нас с вами очень-очень хорошо, мягко говоря, улетел наверх, пробил все мыслимые и немыслимые уровни сопротивления. И исторически мы с вами знаем, у нас присутствует обратная корреляция, то есть когда индекс доллара растет, все активы падают, фонда, крипта и так далее. Но потом индекс доллара начинает падать и крипта и фонда начинают расти. Вот, поэтому тут, ну, даже если вы думаете, что он идет еще выше, тут как минимум какой-то откат напрашивается, да, куда-нибудь до EMA Ribbon на недельке, то есть на несколько процентов, скажем так, на 5, на 7. Смотрите, кстати, как желтая точка идеально отыграла по индексу доллара в конце предыдущего буллрана, в начале 2018 года. Желтая точка на китайском сайфере. Вот, при этом, что мы видим, S&P, Nasdaq, похоже, что якобы вступают в медвежий рынок, похоже, да, но пока еще это не подтверждено, потому что удерживается уровень, в принципе, так же, как он удерживался и вот здесь, по большому счету. Ну, конечно, уже более закатывающаяся здесь история. Я жду вообще обратной корреляции, чтобы вы понимали, я много раз говорил, я жду декорреляции фонды и крипты, потому что фонда уже давно находится в аптренде, и, по сути, за всю историю крипты у фонды еще не было ни одного медвежьего рынка. Посмотрите, вот отсюда начинаю. С момента ипотечного пузыря и кризиса, да, 2008-2009 года фонда только в бычьем рынке находилась. При том, что крипта уже имела два или три полноценных медвежьих рынка, кто как считает. Поэтому, не знаю, фонде-то уже пора на самом деле. Вон, посмотрите, что происходит. Netflix тот же самый, да, там PayPal и так далее. Фонда уже показывает признаки того, что она входит в медвежий рынок. А вот крипта показывает хорошую силу на фоне этого. Крипта держится очень уверенно даже в этом так называемом медвежьем рынке, как многие говорят. Поэтому, друзья, не забывайте, что это крипта. И кто говорит, вот сейчас типа там ужасные новости в мире, типа на чем будем расти, так вот как раз на этих ужасных новостях-то можно и подрасти, понимаете. Всем, никому сейчас не до крипты. Все разуверились и продают, как обычно, на лоях. Поэтому фундаментал хороший, техника хорошая. Может быть, конечно, ложный пробой этой трендовой, но я практически уверен, что с последующим очень сильным ростом. Потому что обычно так всегда и происходит. Это рынок, это крипта. Она всех любит удивлять и удивлять именно наверх. Вниз, конечно, тоже она любит удивлять, когда складывается на 98% там от хая и так далее. Но наверх она, извините меня, улетает потом на тысячи процентов, на десятки тысяч, как вы можете видеть из истории. Поэтому вот, что нас ждет, друзья. Вот такие же штуки, вот такие же горки нас ждут. В какой момент, сказать сложно, но то, что они нас ждут, это точно. Поэтому нужно соблюдать баланс и правильный риск-менеджмент. Вот, а в такие моменты сверхвысокой волатильности и непоняток с санкциями, там, закрытием бирж и так далее, очень правильный ход – это диверсификация по разным биржам. Я вам много раз говорил. Поэтому я не держу все монеты в одной корзине. Я всегда раскидываю по разным биржам. И одна из таких бирж – это PrimeXBT. Она, на самом деле, уникальна. Уникальна тем, что это, по сути, не совсем, не только криптобиржа. Это вообще ваш криптоброкер, ваш проводник в мир традиционных финансов. Здесь вы можете торговать не только криптой, но также и валютами стран, Форекс-валютами, индексами, NASDAQ, S&P500, индексами разных стран, нефтью, золотом, серебром и тому подобными активами. Понимаете, как это круто? При этом вы можете держать баланс в чем угодно здесь – в USDT, в BTC или в эфире. То есть маржу держать. Вот я сейчас держу баланс в BTC, я только перевел. И при этом торгую чем угодно, зарабатываю профит в BTC. Вот что прикольно. Также есть функция копитрейдинга. Если вы сами еще не очень торгуете, здесь вы можете найти хорошего трейдера и тупо его зафоловить, и копировать его трейды. И самая приколюха, что по нашей ссылке из описания вы получите бонус 7% на свой депозит в размере до 7000 долларов. То есть если вы положите, например, 100 тысяч долларов, вы получите целых 7000 долларов бонусами. Для этого вам нужно выбрать марджин аккаунт, зайти и вот здесь ввести наш промокод – CryptoCommons50. Он будет внизу этого видео в описании. Вводите вот так промокод, нажимаете «Активировать». Ну вот я уже активировал. И вы получаете депозитный бонус в размере 7% на свой депозит. И он работает в несколько депозитов. То есть после того, как промокод активирован, вы пополняете свой марджин счет с обычного счета. Можете хоть 10 раз пополнить, каждый раз будет начисляться бонус. Вот такая вот приколюха. Но у меня сейчас тут немного средств, потому что я вывел и оставил чуть-чуть в BTC перевел. Торгую сейчас в BTC. Но вы можете торговать, в чем вам удобно. Также у биржи есть рабочее мобильное приложение. Но если вы из России, вполне вероятно, что вы не сможете зайти на сайт, потому что он заблочен в России. Поэтому предлагаю вам скачать бесплатный, офигительный, децентрализованный VPN, ProtonVPN, чтобы попадать на все нужные вам сайты без ограничений. У него также есть, кроме бесплатного плана, есть еще платный план, более быстрый, хороший. 4 или 8 евро в месяц. Самый прикол, что его можно оплатить криптой. Так что если ваша карточка попала в санкции, можете спокойно оплатить его биткоином. Вот такая вот история, ребята. Собственно, продолжаем ждать сильного шортсквиза. Набираем ликвидность. Судя по Coin Glass, у нас с вами шорты преобладают локально. Среднесрочно. Ну, за сутки более-менее 50-50. В общем, люди уже разуверились в росте, пишут гринес камер, это все кидалово, крипта ваша скам. Знаете, понятно, что они уже давно так пишут, но чем больше они так пишут, и чем больше у нас с вами здесь концентрируются спотовые сильные ордера на покупку, тем вы знаете, чем это оборачивается. Как вот здесь ордера на продажу отработали вниз, так ордера на покупку обычно отрабатывают наверх. Тем более мы знаем, что на OTC рынках дефицит, на биржах дефицит биткоинах. На OTC очередь стоит за биткоинами, премиум готовы платить, они нереальные, потому что битков на всех не хватит, стакан бычий, все покупают на споте. Так что, ребята, готовьтесь к массивному выносу шортистов. Мои ближайшие цели по битку это 44, 48, 52 локальные, а глобальные там будем смотреть, я думаю, что переписываем All Time High, летим to the moon, и дно следующего медвежьего рынка плюс-минус мы уже обозначили. Вот оно, как раз там, где мы сейчас и находимся. Дисклеймер, это всего лишь мое мнение, не финансовый совет. Все ссылочки в описании. Подписывайтесь к нам в телегу, подписывайтесь на второй канал, регистрируйтесь на PrimeXBT через VPN и слушайте нашу музыку на аудиос. Залил сегодня туда один трек, новый трек, но он как бы на самом деле старый трек, но в общем такой джем, неизданный, с репетицией. Вот, поэтому сейчас вам ставлю из него кусочек. И быстро взглянем на аудиокоин по этому случаю, перед тем, как мы закончим. Аудиокоин упал ниже доллара. На мой взгляд, это отличная зона для аккумуляции этой монеты, потому что проект рабочий, как вы можете видеть. Офигенная музыкальная соцсеть, быстро развивающаяся, там же можно получать награды. Ссылка тоже в описании, по которой вы можете зарегистрироваться и получить тоже награду вместе с нами. А монета, просто вам хочу напомнить, что она уже была на 5 долларах, на 4 долларах, на 3 долларах. И вот у нее образовалась такая нисходящая наклонная линия сопротивления. И восходящий тренд поддержки, как вы это не нарисуете, вот так или даже вот так. Грубо говоря, она сейчас забивается в треугольник, из которого вы знаете, ребята, дорога только одна. Естественно, эта дорога может быть тернистая и нелегкая, она может быть через дамп, через накопление и так далее. Но все дороги ведут туда. Это растущие, развивающиеся рынки, это крипта, это вам не скам какой-то типа доллара. Поэтому, друзья, торгуйте аккуратно, соблюдайте риск менеджмент, холодная голова, холодный кошелек, ваш лучший друг. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.